Сегодня в России отмечают День государственного флага. Впервые триколор подняли над Белым домом в Москве 26 лет назад. Официальным праздником День флага стал позже, в 1994 году, по решению первого президента России Бориса Ельцина. День рождения главного символа страны отмечают во всех регионах, от Владивостока до Калининграда. Не остался в стороне и Ненинский округ. – Хороший день и здесь музыка играет красиво. Мне лично все нравится. – А какой день сегодня? – День флага. Сегодня Виктория Лобода со своими друзьями на главной площади Наринмара рисует флаг России. Коробка с мелками тает на глазах, зато с каждой минутой на асфальте увеличивается в размерах главный виновник торжества – государственный флаг России. Его портрет, по задумкам организаторов, к концу дня должен приобрести внушительные размеры – более 300 квадратных метров. Первыми лепту в его размеры внесли городские мальчишки и девчонки. На праздник триколора они пришли с хорошим настроением и добрыми пожеланиями. – Чтоб у всех всегда было хорошо. – А любишь свою родину? – Да. – А за что? – Она веселая. – За то, что она большая, красивая и добрая. И пожилые люди очень добрые помогают. – Пожелаю, чтоб хорошо жили. – А какой флаг у России? – Российский. – Российский, да. А цвета знаешь, какие? – Какие? – Красный, синий, белый. Считается, что впервые такой белосиний-красный флаг был поднят на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1667 году. Тогда белая полоса означала свободу, синяя – Богородицу, под покровом которой находилась Россия, красная – державность. Законным же отцом триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых всяких судах должны поднимать трехцветный флаг. Сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. Кстати, это полотнище до сих пор никого не оставляет равнодушным. Накануне праздника социологи выяснили отношения россиян к государственному флагу. Гордый за триколор испытывает более 70% опрошенных. Общая доля респондентов, у которых один из главных символов страны вызывает негативные эмоции, не превышает 1%. С днём флага сегодня жители региона поздравил губернатор Игорь Кошин. На еженедельном расширенном совещании он обратился к руководителям государственных бюджетных учреждений. И, кроме того, позвольте... Коллеги, у нас есть флаг Российской Федерации, есть флаг Ненецко-автономного округа. И от того, где они размещены, на самом деле, зависит общее восприятие государственности. Поэтому просьба Андрея Владимировича не просто выполнять поручения, а чтобы реально флаги Ненецко-автономного округа были во всех государственных учреждениях, во всех бюджетных учреждениях Ненецко-автономного округа. Сегодня тысячи учреждений и организаций по всей стране украсили здания государственным символом, а миллионы патриотов вышли на городские площади, чтобы вместе встретить праздник флага. Каждый год они выражают свою любовь к России через главный символ страны. На сегодня самый большой российский флаг был шит в Санкт-Петербурге в 2009 году. Его длина составила 1 километр, а весил он 60 килограммов. Еще один рекорд был поставлен во Владивостоке. Во время флэш-моба жители и гости города составили самое большое живое изображение. Его длина превысила 700 метров. Наш флаг на площади Мораций тоже подрос почти до такого размера. Ведь сегодня, кроме детей, любимый триколор. На протяжении всего дня рисовали и взрослые жители нашего округа. Любовь Перевикова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.